Кока-колу пьют с 1886 года И, безусловно, уже в современных реалиях его использовать просто запрещено Любители колы почти во всех странах мира ценят напиток за бодрящий эффект А вот утолить жажду им не получится К тому же ежедневное употребление грозит проблемами с сердечно-сосудистой системой и желудочно-кишечным трактом Всему виной газ и сахар в напитке Огромное количество, некоторые источники утверждают, что Ну вот если привести так вот аналоговый пример 200 миллилитров до 7 чайных ложек Литр до, ну вот если представить, 28 кусочков сахара рафина Если мы возьмем сок, вот пакетированный с одной стороны И бутылку Кока-колы, между ними с точки зрения вреда нужно ставить, ну или пользы Ставить равно Конечно, в этом свете у классического напитка выигрывает лайт-версия колы Гликемический индекс будет ниже у Кока-колы, соответственно Но дело в том, что большое количество сахарозаменителей Оно как бы дополнительно стимулирует аппетит И как бы теряется вот эта граница в количестве напитков Пожалуй, главное достоинство Кока-колы – яркий вкус Он, кстати, во многих странах отличается Все потому, что производители берут за основу оригинальный сироп А вот вода и прочие ингредиенты всегда местные Только в нашей стране 10 заводов, производящих бодрящий напиток Ближайший к нам в Екатеринбурге Туда, кстати, можно попасть на экскурсию и посмотреть, как готовят колу Есть даже такой кока-кольный туризм Когда вот ездят по разным странам И для них принципиально попробовать Кока-колу в разных местах Допустим, высоко ценится Кока-кола из Арабских Эмиратов Одной из самых сладких считается израильская Кока-кола Но можно немного пофантазировать и приготовить свой напиток – коктейль с колой При подборе составляющей главное не перебить любимый вкус напитка, а подчеркнуть его Кола хорошо сочетается с ягодными сиропами, с соками, обладающими легкой кислинкой Кола сама по себе сладкая, поэтому сиропы, если какие-то и добавляются в коктейли, то они больше кислые Как, например, я делала коктейль на основе грешутового сока 200-300 мл Кока-колы в неделю – вот примерный объем, который не смущает даже диетологов Так что соблюдаем меру, пусть любимые напитки приносят побольше удовольствия и поменьше вреда